Вчера мы немножечко поговорили о важности изучения истории, о писании как источники вернейших исторических и пророческих сведений для нас, для того, чтобы мы знали, в каком месте мы находимся и чем нам заниматься. Вчера я, готовясь, нашел очень интересный материал по поводу библейских пророчеств, значит, пророчества о городах и о конкретных личностях, которые буквально исполнились. Я хотел бы, чтобы мы так немножко это тоже прошли, для того, чтобы еще раз удостоверились в том, что Писание Богодухновенное, и то, что те вещи, которые Господь через пророков предсказывал, значит, они такие действительно исполняются. И, кстати, тоже чисто статистика такая, где-то порядка 81% пророчеств об Израиле на данный момент уже исполнилось. Причем исполнилось буквально. Мы сегодня будем проходить их, подробно все это рассмотрим по пунктам. То есть, если 81% пророчеств исполнился, то как вы думаете, что будет с остальными 19-ю? Причем, ну, скажем так, можно сказать, что мы уже в финальной стадии истории, и есть ряд мест Писания, которые четко показывают, что мы таки находимся в том самом последнем времени, в котором все должно решиться. Значит, давайте я сейчас покажу несколько мест Писания. Писание мы откроем. Можете записать себе. Пророчество о городах. И вот о Биерихоне, что говорится. Откроем Иисуса Навина, 6.25. Так, кто открыл? У кого есть микрофон? То время Иисус поклялся и сказал, «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон на первенце своем, он положит основание его и на младшем своем поставит врата его». Значит, а теперь давайте мы откроем. Значит, Третье царство, 16.34. Третье царство, 16.34. «В его дни Ахилл Вифилянин построил Иерихон. На первенце своем Авераме он положил основание его и на младшем своем сыне Сегубе поставил врата его, по слову Господа, которое он изрек через Иисуса сына Навина». Значит, смотрите, предсказание в точности исполнилось спустя около 500 лет. То есть разница между этими событиями 500 лет. Иисус Навин Духом Божиим произнес это, заклял это место, и то, что он сказал, оно исполнилось. И исполнилось буквально. По меньшей мере, пять божьих пророков получали послание от Бога о Тире в самом знаменитом городе Феникии и в древнейшем торговом центре мира. Многие народы должны были подняться против этого города. Давайте откроем Иезекииле 26.3. Не-не-не-не, это уже другое. Иезекииле 26.3. Иезекииле 26.3. Иезекииле 26.3. Иезекииле 26.3. «Зато, так говорит Господь Бог, вот я на Тебе, Тир, и подниму на Тебя многие народы, как море поднимает волны свои». Значит, после 70-летнего запустения вернувшиеся люди не стали отстраивать города на старом месте. А, стоп. Прочество исполнилось в нашествиях вавилонян, греков, римлян и турок. То есть многократно этот город был разрушаем, а Тире должны были забыть на 70 лет. Давайте почитаем Прочество Исаии 23.15. Прочество Исаии 23.15. «И будет в тот день, забудут Тир на 70 лет, в мере дней одного царя. По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице». Это было предсказано за 125 лет до конца вавилонского нашествия и первого падения Тира. «После забвения, длиною почти в три четверти столетия, согласно другому поразительному предсказанию, Тиру суждено было стать сильным на море». «Изекииль 26.17». Открываем. Что, кто-то читает? «Изекииль 27.16». «И поднимут плач о тебе и скажут тебе, как погиб ты, населенный мореходцами, город знаменитый, который был вселен на море, сам и жители его, наводившие страх на всех обитателей его». «После 70-летнего запустения вернувшиеся люди не стали отстраивать город на старом месте, а построили новый город на острове в полумиле от берега. «Изекииль предсказывал, что камни, деревья и земли Тира будут брошены в море, и на том месте останутся только голые скалы». Это пророчество в «Изекииле 26.12.14». Давайте откроем, посмотрим. 26.12.14. «И разграбят богатство твое, расхитят товары твои, разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду. И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен. И сделаю тебя голую скалою, будешь местом для растилания сетей, не будешь вновь построен. Ибо я Господь сказал это, говорит Господь Бог». То есть вот представьте себе, Одесса, такой вот большой, крупный портовый город, и вот Бог говорит, что придет время, и здесь будут голые скалы, и будут сети растилать. Он кто-то может представить себе такое? Бог иногда переворачивает судьбы народов, городов таким вот радикальным образом. Все это замечательным образом исполнилось, когда Александр Македонский взял все, что только можно было, чтобы построить насыпь от старого до нового города на острове. Представьте себе, город был на острове, он взял, просто построил, сделал дорогу себе. Пророк также предсказал, что старый город станет местом для растилания сетей. В наше время путешественники находят на руинах старого города сохнущие сети рыбаков. Новому городу, по предсказанию пророка, суждено было погибнуть от огня. Амас 1.10 и Захария 9.3.4. Давайте откроем, прочитаем. Амас 1.10. И Захария 9.3.4. Да. Пошли огонь в стены тира и пожрет чертоги его. И Захария 9.3.4. Что-то не подходит. 9.9 глава. Да. 17 стихов всего. 3.4. А, 3.4. Ты думал, 34? Да. Который отвечал и сказал стоявшим перед ним так. Снимитесь. 3.4. Захария 9.3.4. И устроил себе тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золото, как уличной грязи. Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем. Видите, откуда выражение денег, как грязи. Лучше не иметь денег, как грязи, чтобы не получить тяжелую часть. Александр Македонский в ярости от того, что тир долго сопротивлялся его осаде, в конце концов опустошил и сжег город. Позже жители тира оставили идолопоклонство и приняли истинного Бога. Иисус похвалил женщину из Финики из-за ее крепкую веру. Это мы видим Матфея 15, глава, 21-28. Матфея 15, глава. Матфея 15, глава, 21-28. Давай, читай. И выйдя оттуда, Иисус удалился в стране Тирский и Сидонский. И вот женщина Хананеенко, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется, но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам!» Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их!» Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя! Да будет тебе пожелание твоему!» И исцелилась дочь ее в тот час. То есть, видите, эта женщина, она была представителем вот стран Тирских и Сидонских, то есть те места, о которых говорили пророки. Значит, Павел нашел там Господню Церковь во время своего последнего путешествия в Иерусалим. Это Деяние 21, 3, 5. Это Деяние 21, 3, 5. Бывши в виду Кипра и оставивши его в Леве, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз корабля, и нашедшие учеников пробыли там 7 дней. Они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведши эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город, а на берегу, преклонивши колено, помолились. То есть, видите, Тир – это уже город, в котором была община, была церковь. Значит, и представьте себе, вот если кто-то из учителей приезжает из дальних стран, провожаем ли мы так, как провожали Павла. Аж за город, а потом еще, преклонив колени, помолились. Да, нехай катятся. В период гонений при Диоклетиане из Тира вышло много исповедников и мучеников. Дальше давайте про Вавилон посмотрим. На протяжении многих лет, это период около 854, с 854 по 612 года до нашей эры, в мире господствовала Сирия со столицей в городе Неневия. В то время два палестинских пророка заговорили о падении на сирийской территории другого, еще не существовавшего, тогда государства Халдеи, которая существовала около от 605 до 538 года до нашей эры со столицей в Вавилоне. Человек еще не мог допустить даже мысли об упадке Ассирии, а богодухновенный пророк Исаия уже с дерзновением провозгласил не только подъем, но и исчезновение с лица земли другой мировой державы Халдеи или Вавилона. И мы можем открыть Исаия, 13 глава, 19 стих. Исайя, 13 глава, 19 стих. И 21 глава, 9 стих. Исайя, 13, 19. И Вавилон, краса царства, гордость Халдеев, будет не сповержен богом, как Содом и Гомора. И Исаия, 21, 9. И вот едут люди, всадники, на конях попарно. Потом он возгласил и сказал, пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбиты. Он предсказал падение этой империи примерно за два столетия до того, как это случилось. Затем, после подъема Халдеи, бог послал этому народу другого пророка с вестью о разрушении. Это произошло за 56 лет до самого события. Ну, то есть, вот представьте себе, скажем, если во время существования империи можно предсказать ее падение, как можно предсказать падение империи, которые еще не существуют. Понимаете? То есть, ну, откуда у человека могут появиться мысли, что вот будет существовать империя, которая рухнет. Так, давайте вот откроем Иеремия, 25, 12. 27, 8. 50, 10. Не, я сейчас запишу сначала места, потом их прочитаем. 25, 12. 27, 8. 50, 10. 51, 24. И также Аввакум 2. Вторая глава. Да, да, да. Ну, я нашел этот документ. Есть же исторические, как и исторические, археологические исследования. Я, кстати, вчера, когда искал, может быть, знаете, есть такой адвентистский, он ученый, археолог, верующий. Значит, у него очень много интересных книг по истории, по истории, по археологии, именно в библейском контексте. Он описывает очень интересные вещи. Ну, я видел, у него есть такая. Ну, вообще, у него много книг. Я вчера нашел сайт, там выложены, ну, насколько я понял, все его книги в электронном виде. Где? Опарин? Серьезно? У него много, много таких исследований. Так что, кого это интересует, можете найти и почитать. Есть и в электронном виде, есть и в изданной книжке, я тоже видел. Опарин. Да. Он еврей? Сейчас это не столь важно. Так что, давайте почитаем Иеремию, он точно еврей. И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского, и тот народ, говорит Господь, за их нечестие и землю халдейскую, и сделаю ее вечную пустыню. Дальше. 27, 8. И если какой народ и царство не захочет служить ему, на выходоносору, царю Вавилонскому, и не подклонит выи своей под ярмо царя Вавилонского, этот народ я накажу мечом, голодом и моровую язву, говорит Господь, доколе не исцеливлю их рукою его. Вот здесь мы немножко остановимся. Помните, мы вчера говорили о том, что Бог иногда инициирует некоторое противостояние для определенных целей. Значит, и мы знаем, что Вавилон оккупировал Иудею, и мы знаем, что Иудея пыталась сопротивляться. А из этого стиха мы четко и ясно понимаем, что это все было Богом сделано для своих определенных целей. В частности, мы знаем, что если происходили какие-то нашествия на Иудею, то это было не в то время, когда Иудея поклонялась единому Богу, а тогда, когда они отступали от Него, когда впадали в виды лопоклонства. Следующее место. 50, 10. И Халдея сделается добычей их, и опустошители ее насытятся, говорит Господь. То есть это уже место о падении. 50, 10 было, да. Сейчас 51, 24. И воздам Вавилону и всем жителям Халдея за все то зло, какое они делали на Сионе в глазах ваших, говорит Господь. И Аввакум 2. Давай всю главу, она не такая уж большая. На стражу мою стал и я, стоя на башне, наблюдал, чтоб узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрыжалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы и захватывает себе все племена. Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь, горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли, и обременяет себя залогами? Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешь им на расхищение, так, как бы ограбил многие народы? То и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Бесславие измыслил для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни и стен вы запьют, и перекладина из дерева будет отвечать им. Горе, строящему город на крови и созидающему крепости неправду. Вот не от Господа ли, Савуофа, это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно? Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье, с примесью злобы твоей, и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. Ты прелестился стыдом вместо славы. Пей же и ты, и показывай срамоту. Обратится и к тебе чаша десницы Господней, и посрамление на славу твою. Ибо злодейство твое, наливание, обрушится на тебя за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в нем. Что за польза от истукана, сделанного художником, этого ли того лжеучителя, этого ли того лжеучителя, хотя воятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение. Горе тому, кто говорит дереву, встань и бессловесному камню пробудись. Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом его. То есть мы видим в этом отрывке также говорится о народе, о Вавилоне, который возвысился и пал. То есть это было заранее предсказанное возвышение и падение. Если когда-либо существовала неприступная столица, то это был Вавилон. Высокие толстые стены с медными воротами легко переносили вражеские атаки. И все же божьи пророки в Иудее осмелились объявить о падении города. Были сообщены подробности падения Вавилона. Успешный штурм будет осуществлен медянами и персами. Это было четко указано. Это у нас пророчество Данила, 5.28. Так, Данил, 5.28. Не понял. Перес, разделено царство твое и дано медянам и персам. Дальше. Также был назван по имени их царь Кир. Таисая, 4.28. 4.28. Сейчас, секундочку. Исая, ой, 44.28. который говорит о Кире «Пастырь мой и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму ты будешь построен и храму ты будешь основан. В составе его армии будут покоренные им народы». То есть в составе армии Кира это пророчество Иеремия 50-я глава с 27-го по 32-й стих. 50 с 27-го по 32-й. Убивайте всех волок ее пусть идут на заклане горе им ибо пришел день их время посещения их слышен голос бегущих и спасающихся из земли Вавилонской чтобы возвестить на Сионе омщении Господа Бога нашего омщении за храм его созовите против Вавилона стрельцов все напрягающие лук расположитесь станом вокруг него чтобы никто не спас все из него воздайте ему по делам его как он поступал так поступите с ним ибо он вознесся против Господа против святого Израиля зато падут юноши его на улицах его и все воины его истреблены будут в тот день говорит Господь вот я на тебя гордыня говорит Господь Бог ибо пришел день твой время посещения твоего и споткнется гордыня и упадет и никто не поднимет его и зажгу огонь в городах его и пожрет все вокруг него пророчество исполнилось в 532 году до нашей эры после того как Кир изменил русло реки Ифрат и вот это пророчество об этом изменении русла реки Исайя 44 27 это мы только что прочитали значит и Иеремия 51 36 Иеремия 51 А нет тут мы Иеремию читали да сейчас Исайя Исайя 44 27 Исайя 44 27 Который бездне говорит Иссохни и реки твои я иссушу то есть это говорится о том что река будет иссушена значит а Иеремия 51 36 Посему так говорит Господь вот я вступлюсь в твое дело и отмечу за тебя и осушу море его и иссушу каналы вот и что произошло в реальной истории вот пророчество исполнилось в 538 году до нашей эры после того как Кир изменил русло реки Ефрат а по старому руслу вошел в город были предсказаны пир и попойка в Вавилоне и Иеремия 51 глава 39 и 58 стих во время разгорячения их сделаю импир и пою их чтоб они повеселились и заснули вечным сном и не пробуждались говорит Господь цвету их как ягнят на заклание как овнов с козлами как взять как взяться сах и завоевана слава всей земли как сделался Вавилон ужаса между народами устремилась на Вавилон море он покрыт мужеством волн его города его сделались пустыми землею сухою степью землею где не живет ни один человек и где не проходит сын человеческий и посещу вилы Вавилоне и исторгну из уст его проглоченное им и народы не будут более стекаться к нему даже и стены вавилонские падут выходи из следы его народ мой и спасайте каждой душу свою от племени гнева Господа от пламенного гнева Господа да не ослабевает сердце ваше и не бойтесь слуха который будет слышен на земле слух придет в один год и потом в другой год и на земле будет насилие властелин восстанет на властелина посему вот приходят дни когда я посещу идолов Вавилона и вся земля его будет посрамлена и все поражения и все пораженные его падут среди него и восторжествует над Вавилоном небо и земля и все что на них ибо от севера придут к нему опустошители говорит Господь как Вавилон повергал пораженных израильтян так в Вавилоне будут поражены пораженные всей страны спасшиеся от меча уходите не останавливайтесь вспомните издали о Господе и да взойдет Иерусалим на сердце ваше стыдно нам было когда мы слышали ругательство бесчестие покрывало лица наши когда чужеземцы пришли во святилище дома Господня зато вот приходят дни говорит Господь когда я посещу истуканов его и по всей земле его будут станать раненые все сейчас делаем перерывчик продолжим потом спасибо спасибо Продолжение следует...